Более трёх сотен человек накануне были в госпитализированном Москве с бутулизмом. Все они ели салаты с консервами из службы доставки. Правоохранители нагрянули в цех, где изготавливалась еда, и обнаружили, что персонал занимался уничтожением консервов тунца и фасоли, которые входили в состав салата. Вместе с тем у россиян появилась новая фобия, и многие в эти дни задаются вопросом, как себя обезопасить от этого смертельно опасного заболевания. Наша съёмочная группа пообщалась на эту тему с главным врачом Республиканской инфекционной больницы Людмилой Ртищевой. Вы знаете, что в крупных городах, особенно в супермаркетах, маркетплейсах, очень много готовых обедов, завтраков, которые непосредственно упакованы в вакуумную упаковку. То есть там, где создаются бескислородные условия и есть риск развития или прорастания бутулотоксина. Бутулотоксин – это самый сильный яд на сегодняшний момент. Для него нужны именно бескислородные условия, поэтому раньше мы всегда говорили об отулизме в результате употребления консервированных продуктов кустарного или домашнего производства. Это прежде всего различного рода соленья, салаты, куда используют корнеплоды, морковь, свеклу, пастернак и так далее. Ну и, конечно, любители грибов домашнего приготовления. Я не говорю о вешенках и шампиньонах, которые растут искусственно. Речь идет именно о грибах, которые растут в лесах и так далее. Но, к сожалению, вернее, вернее, к счастью, грибы как раз-таки, даже если они сделаны, приготовлены кустарным способом, после кипячения, в течение 10-15 минут вы можете спокойно их употреблять в пищу, потому что они не теряют своих вкусовых качеств, но, тем не менее, мы уничтожаем токсин. Особенности бутылотоксина в чем? В том, что в банке он может располагаться гнездом. Можно есть из одной банки, кто-то заболеет, а кто-то нет. Потому что вот... Но если мы эту банку, в общем-то, выложим в чашку и размешаем, то тогда хватит всем. Почему? Потому что вот таким образом. И плюс он не портит вкусовых качеств продукта. Потому что когда кто-то из заболевших говорит, ой, да вот он был какой-то вот с привкусом и так далее, ну, по меньшей мере лукавит. Если он плохого качества, вы же это есть не будете. Как правило, ботулизма никогда не бывает в вареньях, повидлах, но именно те, которые сделаны обычным, хорошим способом, с достаточным добавлением сахара, в соотношении 2 к 1, 3 к 1. То есть вот как бабушки варили несколько этапов и так далее. Там, как правило, нет условий для размножения ботулотоксина. Но, вы знаете, что сейчас мы очень часто готовим варенье такие 3-х минутки, 5-ти минутки. Особенно речь идет о клубнике, она вся растет на земле. Если мы эту клубнику тщательно помоем щеткой, нам нечего будет закрывать. Поэтому многие лукавят, когда быстренько ее там как-то обдали кипятком, быстро закрутили. Ну, реально угроза есть в этом плане. Поэтому все-таки стоит отдавать предпочтение продуктам, которые сделаны хорошим способом и так далее. Второй момент. Ну, понимаете, собственно говоря, очень много консервов, которые в частности продаются и в магазинах. Они сделаны не по ГОСТу. Они сделаны по техническим условиям. И вот как они их делают, ну, это уже достаточно сложно. Все дело в том, что практически в советские времена существовал ГОСТ на консервацию. И, соответственно, все были спокойны, потому что все консервы, они проходили автоклавирование. И это, собственно, защищало нас таким образом. Плюс на рынках категорически запрещали продавать консервы кустарного производства. Но у нас есть еще один, по меньшей мере, продукт, который, в общем-то, вызывает опасения. Это рыба соленая, не потрошенная. Потому что считается, что в кишечнике рыбы может находиться возбудитель ботулизма. И когда, собственно говоря, вот ее готовят, да, то из кишечника ботулотоксин в бескислородных условиях, в общем-то, может выходить в ближайшие участки. Это межреберные промежутки и непосредственно брюшко. Поэтому, в принципе, предпочтение отдавать рыбе потрошенной. Людмила Викторовна, расскажите, пожалуйста, какие первые признаки заболевания? Инкубационный период у ботулизма от нескольких часов до 9-10 дней. Все зависит от дозы практически. Начинается, кстати, ботулизм как банальная пищевая токсикоинфекция, то есть тошнота, рвота и так далее. У многих, может быть, особенно у взрослых людей, может быть повышение артериального давления. Иногда они даже обращаются за медицинской помощью, головная боль и так далее. Но очень быстро присоединяются неврологические расстройства. Неврологические расстройства, прежде всего, это нарушение зрения, то есть когда появляется туман, сетка перед глазами, двоение, опущение век, расширение зрачков. И, в принципе, самым грозным осложнением является паралич зора. Чаще всего, вот как можно дифференцировать у больного, ботулизм или нет, вы дадите ему почитать любой текст. И по тому, как он будет читать, вы можете, в общем-то, понять. Во-первых, он закроет один глаз, потому что двоится, и будет читать, в общем-то, один. Второй момент, когда появляется чувство поперхивания, чувство комка в глотке, когда твердую пищу достаточно сложно протолкнуть, а жидкая пища выливается через нос. Это тоже, в общем-то, должно насторожить в плане этого. И третий момент – это изменение голоса. То есть появляется сначала такая легкая гнусавость, дисфония, вплоть до полной афонии. И вот зачастую иногда можно посмотреть на больного ботулизмом, который, кстати, в сознании, всегда в сознании, если у него закрыты глаза, он лежит безучастно, он не может с вами вступать в полемику. Почему? Потому что вот в силу вот этих неврологических расстройств. Но он вас слышит и все понимает то, что, в общем-то, вы говорите ему. Следующий мой вопрос. Восстанавливается ли организм полностью после болезни? После перенесенного ботулизма все восстанавливается полностью. То есть нет такого момента, что больной после ботулизма оглох, ослеп и так далее. То есть все это процесс не быстрый, но полностью обратимый процесс. К сожалению, у нас, например, нет таких достаточно экспресс-тестов, например, который мог бы поставить этот диагноз. С момента открытия ботулизма и до настоящего времени существует одна единственная реакция. Для того, чтобы подтвердить диагноз ботулизм – это биологическая проба на белых мышах. Вот с момента основания и до настоящего времени другого ничего нет. Поэтому вот здесь, конечно, прежде всего нужно рассчитывать на доктора, который, в общем-то, занимается этим больным. И чем быстрее мы поставим диагноз, чем быстрее мы удалим токсин из организма, это и промывание желудка, и промывание кишечника, и назначение противоботулинической сыворотки, который свяжет этот токсин, это позволит нам избежать каких-то, в общем-то, достаточно тяжелых последствий. Потому что самым грозным осложнением ботулизма является паралич вспомогательной дыхательной мускулатуры. Это диафрагма, с помощью которой мы дышим, и межреберные мышцы. Когда появляется одышка, чувство нехватки воздуха, и это в конечном итоге может привести вот к таким необратимым последствиям. А что касается других кишечных заболеваний, когда наступает их сезон? Что касается других кишечных инфекций, ну, мне кажется, сезон их еще пока не пришел. Потому что народ только начинает активно сейчас куда-то выдвигаться. И здесь, конечно, прежде всего это употребление качественной воды, то есть не стоит употреблять воду из непонятных источников. Это, конечно, мытье рук, тщательное. Это, конечно, посещение проверенных заведений. Почему? Потому что какие продукты прежде всего для нас представляют угрозу. Это салаты, которые, вот знаете, так называемые зимние салаты, которые заправляются майонезом, потому что сроки хранения их ограничены. И зачастую это может привести вот к таким последствиям. Это, безусловно, конечно, яйца сырые, да, или яйца, приготовленные с мятку. Это кондитерские изделия с кремом, белковым кремом или кремами, допустим, тем же масляным кремом. Но, опять-таки, сроки хранения этих продуктов, они строго ограничены. И если, в общем-то, может быть просрочка, это приведет к развитию пищевых токсикоинфекций.